Каждая из десятка специально созданных комиссий за два дня должна объехать более 10 образовательных учреждений района. Перед выездом на первый объект обязательный инструктаж. Главное, на что проверяющим необходимо обратить внимание, материально-техническая база и ремонтные работы, которые в некоторых учреждениях еще не завершены. У вас нет задачи оценить степень готовности, тем более в процентном соотношении. Да, вы фиксируете и в конечном итоге будет еще потом дополнительный выезд руководства комиссии на эти объекты. Да, просто фиксируете, что идут ремонтные работы. Степень готовности ремонтных работ. Этим занимается специальная организация, знаете, технадзор. В каждом образовательном учреждении района должны быть созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. И этому члены комиссии также уделяют особое внимание. Первый объект проверки – седьмая гимназия. В минувшем году в рамках госпрограммы она получила грант свыше миллиона рублей на создание доступной среды. Вот вы видите подъемник, который может поднимать детей, которые имеют ДЦП. То есть в любом случае мы ждем детей, которые могут появиться у нас в образовательном учреждении. И хотя ремонтные работы в гимназии еще ведутся, члены комиссии решают единогласно. Акт приемки будет подписан. Для сельской Савинской школы этот год особенный. 10 сентября ей исполнится 150 лет. За полтора века она была и церковно-приходской, и малокомплектной. Теперь по числу учеников не уступает городской школе. Вот в этом крыле у вас только начальные классы. Только начальные классы. В этом году сколько первых классов набираете? Два. Два? Какое количество детей уже набрали? Шесть. Хорошая наполняемость. Всего в Савинской школе с экологическим уклоном учатся почти 500 учеников. К их встрече коллектив учреждения полностью готов. У нас проведен ремонт всего здания, всех классов, кабинетов. Кроме того, у нас отремонтирована крыша, увидели подъездные пути, заасфальтированы дорожки. В Ершовском детском саду номер 28 четыре группы, которые посещают более ста детей. За лето там сделан ремонт. Малые формы на просторных участках к первому сентября засияли новыми красками. Причин, чтобы не подписывать акт приемки у членов комиссии нет. Комиссия ставит свои подписи только тогда, когда каждый специалист в разделе своего направления понимает, что это учреждение готово применять ребят дошкольного возраста, ребят школьного возраста в данное образовательное учреждение. Если мы видим, что где-то есть какие-то недостатки, то данный специалист свою подпись не ставит. Мы еще раз приедем тогда и посмотрим, то ли иное учреждение. По итогам двух дней межведомственной приемки все образовательные учреждения района максимально готовы к началу нового учебного года. Ремонтные работы, которые ведутся в некоторых из них, будут завершены в ближайшие дни. И в этом члены комиссии должны будут убедиться лично.